Всем привет. Меня зовут Тим. Я к вам пришел из компании ВКонтакте. Я здесь собрал всякие продукты, в которых я принимаю участие. И большую часть времени я посвящаю тому, что на большом экране я отвечаю за раздел сообщений веб-версии на десктопе и преимущественно занимаюсь разработкой вот этого большого приложения. Но сегодня я расскажу не про какие-то наши технологические решения, а сегодня я расскажу просто три истории. Я вот думал несколько лет, рассказывая людям о том, как у нас дела на работе. Спрашивают у меня, как дела. Я вот что-то рассказываю и за несколько лет собрал какое-то количество историй, которые мне кажутся наиболее показательными. Все истории с практики и все истории с практики конкретно команды, в которой я работаю. И предлагаю сразу начать с первой истории. Началась она вот с такого тикета. Она проходила в январе 2017 года. И было написано, иногда в неактивной вкладке новые сообщения отмечаются прочитанными. Ну, во-первых, я очень люблю такие тикеты. Вот что я о них думаю. Я думаю, что это какая-то дичь. Очень люблю тикеты, которые начинаются со фразы «иногда» при определенных, на самом деле, неопределенных обстоятельствах обычно. Что-то когда-то, где-то, как-то происходит. Я начал расследовать этот баг. Ну, вы понимаете, это очень критичная проблема, на самом деле, потому что если у вас сообщения без вашего ведома отмечаются прочитанными, это значит, вы их пропустили. И потом вам кто-нибудь говорит, вот почему ты не ответил мне на сообщение, а я его не видел. И очевидно, что в системе не предусматриваются вообще физические возможности, чтобы сообщения отмечались прочитанными без активного действия пользователя. Но я сел, проанализировал код, все перенес вот в такой майндмэп. Здесь, наверное, не нужно пытаться разбираться. Вот просто я проверил все возможные пути по коду, даже самые фантастические, как может случиться такие обстоятельства, чтобы сообщения отмечались прочитанными. Ну и, собственно, гипотеза подтвердилась, и сообщения отмечаются прочитанными только если пользователь сделал непосредственное действие. За это отвечает такой компонент идл-менеджер. Вообще это достаточно популярный паттерн, и многие пишут свои реализации, либо используют готовые. Что делает этот компонент? Он проверяет, есть ли какая-либо активность у пользователя. То есть по большому счету он подписывается на какие-то события, и если события происходят, он обновляет статус, что пользователь в сети что-то делает, и так, например, у нас работает в том числе онлайн. У бага не было воспроизведения, но в определенный момент тестировщик Рустем у нас пришел и принес воспроизведение в видеозаписи. В нем было 11 шагов, и у меня пару минут занимало просто каждое воспроизведение этого бага. Ну, то есть я сейчас навскидку постараюсь вспомнить, но оно выглядело как вот открыть, свернуть, открыть вторую вкладку, в ней сделать пять шагов, вот что-то еще, и вот тогда, возможно, оно воспроизводится. Но в любом случае, даже если это не очень удобно воспроизводится, с этим уже можно работать. Я начал разбираться, потратил на это достаточно большое количество времени, и в определенный момент выяснилось, что вот это вот событие появляется, оно действительно есть. И браузер отдает mouse move и отдает отрицательные координаты в нем. Ну, то есть очевидно, что таких координат не может быть, не может пользователь вводить курсором мыши за пределами окна браузера. И первая мысль у меня была написать что-нибудь вот такое, и просто игнорировать все такие события, казалось бы, очень просто. Но в этот момент я такой решил, ну все, решение найдено, и пошел на обед. Вот вернулся с обеда, и проблема перестала воспроизводиться, и стали приходить уже положительные координаты. Я начал разбираться, что же приходит, и нашел некоторые закономерности. Вот представьте, у вас есть окно вашего браузера с вашим приложением. Когда вы переключаете вкладку, например, или сворачиваете, или еще что-то делаете, вы уводите курсор, например, вот за пределы браузера, например, вон туда. И выяснилось, что координата, которая отдается, отдается именно вот этой точке, через которую пользователь уводил курсор мыши. Только Y, ну в данном случае Y, на единичку меньше, то есть за пределами окна браузера. И для того, чтобы было совсем весело, потому что, казалось бы, как могут быть отрицательные координаты, эти координаты еще считаются относительно системы, не относительно окна браузера, что добавляет всему этому интересных нюансов. Теперь возникает вопрос, как вообще могли появиться отрицательные координаты, если относительно левого верхнего угла рабочего стола браузер почему-то в определенных ситуациях отдает координаты. И в этом я тоже разобрался, и разобрался, почему после обеда у меня проблема перестала воспроизводиться именно с отрицательными координатами. И тут надо рассказать про мое рабочее место. Выглядит оно примерно вот так. У меня два внешних монитора, и я активно использую в том числе встроенный экран на ноутбуке. Так вот, если у вас окно располагается, например, на левом внешнем мониторе, и вот тут находится та самая точка, через которую пользователь увел курсор из браузера, то она будет считаться не просто относительно левого верхнего угла рабочего стола, а относительно левого верхнего угла основного рабочего стола в системе. Отсюда могут быть отрицательные координаты. Просто в какой-то момент у меня браузер был на другом мониторе. Какие можно сделать выводы? Выводы — это баг и уязвимость хрома, потому что JS ни в коем случае не должен знать ничего про то, какого размера рабочий стол, какая мониторная раскладка, и вот это все. И по событию, что печально, по событию мы никак не можем определить, что оно неправильное. То есть координаты туда могут прийти любые. Долго думали, что с этим сделать, наверное, минут семь. И после этого родилось решение, которое выглядело вот так. Вот здесь мы инициализируем идол менеджер в компоненте сообщений, и мы заменили события mouse move на mouse over, и все починилось. Это было решение в одну строчку, в четыре измененных символа, но на поиск которого ушло огромное количество времени и нервов многих сотрудников и пользователей. Но если вам сейчас скажут, что у них сообщения сами отметились прочитанными, не верьте, этой проблемы уже давным-давно нет, с 2017 года. И была она не очень долгая, и есть ощущение, что это была какая-то именно баг в определенной версии хрома. То есть, соответственно, сейчас еще и той версии хрома нет. Вот такой был фикс, и на этом месте пора рассказывать следующую историю. Тикет с сентября 2017 года. Опять же, что нужно понимать? Ну, я могу зачитать. В списке диалогов иногда отображает, что печатают очень много людей. Но нужно понимать, что у нас очень большой сервис с огромным количеством пользователей. И ВКонтакте это очень личное место для всех. ВКонтакте воспринимается как система, которая должна быть там суперстабильная, супернадежная, и любая проблема, которую на большинстве проектов можно было бы игнорировать, в нашем случае может быть супермажорной. Например, если вы видите у себя в чате сообщение о том, что Василий и еще 154 человека печатают, а в чате 5 человек, возможно, у вас возникнут какие-то вопросы. Мы посмотрели, собрали некоторое количество жалоб. У нас опять не было воспроизведения. Это достаточно частая ситуация с какими-то сложными, нетипичными багами. Но нужно как-то решать, что делать. Первая мысль была, что приходят неправильные данные. У нас есть лонгпол, мы его используем как реалтайм-шину событий, и через нее в систему приходят все новые сообщения, уведомления, в общем, все, что происходит в системе, все, о чем пользователь должен в реалтайме узнать. Пришло сообщение, мы его нарисовали, подняли там диалог в списке и все остальное. И было ощущение, что приходят неправильные данные. Мы стали проверять эту гипотезу, написали специальный механизм логирования, который искал специально исключительно эту проблему. И в результате исключили проблему с лонгполом. Мы включили другие способы логирования и начали искать проблему в совсем фантастических местах. И в итоге свелось-то все к очень маленькому примеру кода, вот к такому примерно. То есть я убрал все. Вот по большому счету это то, как у нас в системе состояние тайпинга хранилось. То есть печатает человек сейчас или нет. То есть мы можем посмотреть, это какая-то функция, которая вызывается и которая в хешмэп по user ID записывает таймштамп, когда человек начал печатать. Ну и, соответственно, через 5 секунд мы считаем событие неактуальным и удаляем его. Все просто. Кто-нибудь здесь видит баг? Ну нет, с этим все у нас хорошо, конечно. Мы умеем, в отличие от многих сервисов, правильно считать время. Но пока вы еще думаете, я могу рассказать историю о том, что если вы переставите время на телефоне, Instagram перестанет вам показывать истории, потому что считает, что не бывают истории в будущем. Нет, нет, нет. На самом деле здесь нет никакой проблемы. По крайней мере, нам так показалось. Проблему вот здесь. Здесь кто-нибудь видит баг? Нет, там с типами все хорошо. У нас всегда ID приходит уникальным числом. И, казалось бы, там тайпштамп тоже понятный. Всегда в JavaScript возвращается одинаково. Хорошо. Тогда упрощаем задачку, меняем ее немножечко и ищем баг здесь. Кто-нибудь видит? Нет, даже мы не ищем баг, все равно не найдем. Как вы думаете, сколько здесь будет? Итак, еще вариант. Так, я услышал 2 и 1000, да? И 1001. Ну, на самом деле, это задача без подвоха. Все очень просто. Два. Конечно же, два. И это очень просто. Ну, в смысле, оно очевидно и нормально работает, как мы и ожидаем от JavaScript. И мало того, с нами разработчиками даже согласны все браузеры. Вот. Кроме одного. Как вы думаете, какого? Safari здесь есть. Но вы почти правы. Потому что Safari Technical Preview в этом примере возвращает 338. Ну, точнее, в сентябре 2017 года возвращал 338. Здесь нет никакой логики. Ну, в смысле, она весьма запутанная. Но если коротко, то он действительно представляет объект с числовыми ключами. В некоторых случаях не всегда. Вот таким образом. То есть он берет, заполняет от нуля до 336 нулами и добавляет еще значение 1000. Но не всегда. Когда это происходит? На самом деле, на сайте WebKita это был баг в движке. Было описание, когда это происходит. И в данном случае проблем вызывает вот это число. Потому что в движке оно не входит в IN32. Поэтому в любом случае, когда бы мы использовали в качестве значения ключа в подобных объектах либо число с плавающей точкой, либо число больше 2 в 32 степени, то есть не влазащее в IN32, он начинает представлять объект вот в таком виде. А таймштамп, как мы помним, достаточно длинное число, которое не входит в IN32. Поэтому из-за того, что мы использовали таймштампы в качестве значения ключа, значений в полях объекта, из-за этого нам отдавались цифры совсем другие. Но это касалось только пользователей Safari Technical Preview. Ну, во-первых, потому что мы часто получали жалобы от сотрудников, а сотрудники модные современные используют последние версии браузеров. Мы достаточно долго искали эту проблему. Вот здесь можно посмотреть, для истории сохранена ссылка на этот баг в трекере веб-кита. Казалось бы, ерунда, но может иметь неожиданные последствия. Как мы починили, конечно же, просто начали хранить значения, приводя их к строке. Опять изменения в одну строку, и проблема решилась, но на нее ушло примерно две недели исследований, специальных логирований, всего остального для того, чтобы найти проблему не у нас. И третья история. Третья история немножко другого характера. Я думаю, с такими багами интересно. Теперь посмотрим на какие-нибудь более продуктовые или технические задачи. Перевести пастчаты на лонгпол. Для того, что такое лонгпол, я уже упоминал. Это наш механизм, как мы получаем реал-тайм события. То есть наша реал-тайм шина событий, реализованные средствами лонгполинга. А пастчаты – это чаты в правом нижнем углу на сайте. Выглядят они примерно следующим образом. И в чем суть задачи? Что на самом деле значит перевести пастчаты на лонгпол? Для того, чтобы реализовать мессенджер, вам понадобятся два источника информации. Вам понадобится сервер, на который нужно сходить с запросами и получить какие-то данные. И вам нужна как раз какая-то реал-тайм шина событий для того, чтобы получать все обновления в реал-тайме. И если вашим сервисом активно пользуются, то у вас может быть ситуация, в которой у вас открыто несколько вкладок. И если ничего не делать, то у каждой вкладки будет свой транспорт. С учетом объема, сколько у нас пользователей, для нас это может быть серьезной проблемой. Поэтому уже достаточно давно в ВКонтакте существует механизм синхронизации вкладок. Они между собой решают, кто мастер вкладка. И только эта вкладка ходит на сервер с запросами для всего. Для фастчата в частности. Но лунгпол был у каждого свой. И, собственно, моя задача была в том, чтобы сделать вот такую картину, чтобы мастер вкладка могла общаться по лунгполу и все хорошо. Мало того, этот механизм на самом деле был уже написан другим разработчикам. Поэтому, по большому счету, мне нужно было просто интегрировать уже готовое решение. После этого случилось следующее. Мы, конечно же, логируем ошибки. В частности, одной из основных метрик для разработки фронтенда является количество JS ошибок на сайте. И вот здесь это день релиза. И примерно 14.00 это время моего релиза. И дальше произошло вот это. Здесь нет значений по оси Y, но вы можете представить, сколько десятков тысяч ошибок – это просто фон. Здесь можно увидеть посещаемость, очень гладенький график, потому что пользователей много. И над этим фоном появляется 300-процентный рост JS ошибок. И дальше происходит неожиданное. Ну, казалось бы, просто, наверное, я где-то допустил ошибку, которую можно там поправить, откатить, ревертнуть, еще что-нибудь сделать очень быстро, никто ничего не заметит. Но я решил повести себя как очень уверенный в себе разработчик и написал в чате примерно следующее. Я написал «всплеск JS ошибок – это нормально. Давайте просто подождем». Ну, он действительно начал быстро падать, но после этого кривая стала не похожа на то, что вот оно сейчас быстро уйдет в ноль и фон придет в норму. Ну и опять же, как мы понимаем, там уже прошел час примерно или больше. У нас, конечно же, за всем этим очень тщательно все следят. Каждый считает необходимым и ответственным за то, чтобы продакшн жил и никаких проблем на нем не было. Поэтому примерно раз в час я во всех причастных чатиках писал, что если что, я слежу за ситуацией, все нормально. И раз в час приходили алерты в определенный чатик о том, что вообще-то графики отличаются от нормы, и возможно, что-то пошло не так. «Alerts Critical» называется у нас такой чат. Со временем таких сообщений появлялось больше. Потом еще график ошибок подрос, что, казалось бы, совсем не то, чего бы мне хотелось. Ну, вы понимаете, сколько там десятков тысяч ошибок, да? Очень много, очень много. Но потом выяснилось, что это на самом деле был релиз другой команды. И вот здесь можно увидеть. То есть вы понимаете, когда команда зарелизила полностью новую фичу, и в ней были проблемы, оно дает вот такой всплеск ошибок. Ну, то есть там 10-15 процентов. А вот там слева мой. Скоро ко мне начали приходить в личку, админы в том числе, и начали спрашивать. Ну, как вы понимаете, у меня все еще не было никакой гипотезы, почему оно не приходит в норму. Но я решил, что каким-то внутренним чутьем, мне кажется, что завтра к вечеру точно придет в норму. Вот. И я отдаю этот прогноз, которому собираюсь следовать. Ну, там даю несколько технических деталей, почему я так думаю. Вот. Но мне доверяют пока. В разных чатах продолжают писать разные люди, в том числе админы. Тут уже можно увидеть, что другие разработчики начинают отвечать за меня и говорят, что он следит все в хорошем, все в порядке. И еще пишут. Вот. И другие разработчики тоже отвечают за меня, что не надо чинить, все придет в норму. Ну, чтобы вы понимали, я ищу ошибку. У нас же есть логия этих ошибок. Вот. Я ищу undefined is not a function и нет stacktrace. Ну, точнее как, stacktrace есть, но он указывает в какое-то случайное место документа. Ну, то есть он может указать посередине слова setTimeout, например. Да? Ну, то есть вы понимаете, что там не может возникнуть ошибки. Вот. Но я продолжаю быть уверенным в себе разработчиком и думаю, что я найду эту проблему и найду ее в четко определенный срок, который я дал админам. Теперь о том, как у нас вообще устроено это логирование ошибок. У нас используется библиотека Raven.js вот с определенного момента, вокруг которой написано много своей обертки. Поэтому по большому счету клиент просто отправляет на сервер в нужный момент, там сэкономить запросов со всякими нашими отдельными оптимизациями. Что он отправляет? Он отправляет ошибку, stacktrace этой ошибки и версию статики, потому что у нас бесшовное обновление статики. И это значит, что мы себе не можем позволить ситуацию, что вот если версия обновилась, то просто обнови страницу. Наши пользователи не обновляют страницы, потому что они уверены, что сайт должен продолжать работать в любом случае. Поэтому версия статики обновляется на клиенте бесшовно, с любым полезным запросом на сервер. Например, мы узнаем, что версия статики поменялась и обновляем ее без перезагрузки страницы. Ну а на сервере мы собираем эти ошибки и кладем их в какое-то хранилище, где все это сохраняем. И у нас есть логия на эти ошибки. Поэтому можем строить вырез по самым популярным ошибкам, можем посмотреть по разделам или еще как-то. Тем временем уже наступил глубокий вечер. Я все еще в поисках решения проблемы. И фон ошибок стабилизировался. То есть там плюс 30-40% ошибок – это теперь нормальный фон. Что с этим делать? Я продолжаю следовать. И поскольку в этой ситуации я изображал уверенного в себе разработчика, где-то в 2 часа ночи ко мне пришла идея. Я решил, что возможно, если я смотрю в код и не вижу там того, что могло сломаться, возможно, этой ошибки не существует. Возможно, нет кода, который ломается с ошибкой. Подумал я в 2 часа ночи. Решил, что мне очень нравится эта идея. Но решил, что возможно, уже 2 часа ночи. И идея звучит достаточно безумно. Поэтому я ее оставлю на завтра. Но с утра она мне все еще нравилась. И на следующий день я добавляю 6 строк кода, в котором объявляю метод, который нигде не вызывается. Вот прямо можно поиском по проекту искать этот метод, и он нигде не вызывается. И все приходит в норму. Этот метод в 6 строк выглядел вот таким образом. Из этих 6 строк на самом деле 3 я добавил для собственной уверенности, где я добавил логирование кейса, что мы сюда попали, чтобы я был уверен, что этот код действительно вызывался. Кстати, я запустил здесь ошибку, и мое логирование не работало. Вы можете обнаружить эту ошибку. На самом деле очень простая ошибка. Ну да ладно. На самом деле это функция, которая делает location reload true. То есть перезагружает страницу. А теперь немножко хардкора я о том, почему это сработало. Я так и не придумывал за время подготовки презентации, как можно нарисовать этот слайд, понятно. Поэтому буду объяснять на пальцах. Что произошло? Я рассказывал про бесшовную смену версии статики. И нужно понимать, как она устроена. В целом очень просто. Когда приходит новый файл, мы парсим его, вызываем, и он заменяет глобальный объект. Ну, в смысле, объект раздела. То есть если обновляется версия раздела сообщений, мы перезаписываем все сообщения, и у нас новая версия сообщений, которая работает. Но фастчаты есть на каждой странице сайта, поэтому они в таком глобальном чанке, в котором все, что существует на каждой странице. То есть колокольчик, фастчаты, и вот какие-то еще фичи, которые на каждой странице сайта присутствуют. Поэтому этот код написан немножко иначе. Вот. В целом ничего удивительного, поэтому я не стал об этом рассказывать. Все на самом деле очень просто. Мы вешаем в JavaScript коде обработчики событий. Они работают. К нам приходит новая версия статики. Мы перезаписываем глобальный объект, а обработчики событий там никто не удалял. Поэтому во вкладке, которая работала, и в которой действительно обновилась версия статики, показывались, вызывались обработчики событий из старой версии статики. В частности, вызывали метод, который я в своем коде удалил. А что произошло дальше? Дальше, если мы вернемся на нашу систему с логированием, то мы можем понять, что произошло в этом случае. Обновление версии статики прошло успешно. У нас уже новый файл, и, соответственно, новые source map и новое все. Вот. После этого вызывается обработчик кода из старого кода и падает с ошибкой в случайном месте. Потому что если найти позицию курсора одного файла и переставить его в другом, мы получим левый stack trace. И таким образом мы просто вызывали метод, который в новой версии статики уже удалился. Теперь, каким можно сделать выводы? Первое. Это то, что в нашем случае у нас очень много пользователей. И это делает многие подходы к разработке принципиально другими. И одна из вещей, которую я тоже рассказывал своим друзьям, когда они спрашивали про то, каково это работать у нас, одна из вещей – это теория вероятности, которая начинает работать против тебя. Если в большинстве случаев, в большинстве проектов мы можем не предусматривать какие-то кейсы, потому что они невозможные, потому что они происходят в одном случае на миллион, то в нашем случае арифметика очень простая. Если у тебя 100 миллионов пользователей в день, например, то это значит, что у тебя проблем воспроизводится 100 раз в день стабильно. Большие числа, статистика, ты получаешь ровное количество проблем. Поэтому выход из строя дисков, отказ каких-то систем в дата-центре, все что угодно является обычной практикой, с которой нужно уметь работать ежедневно. И второе, что тоже делает нашу работу сильно ответственнее и делает, казалось бы, очень минорные кейсы очень важными, это то, что ВКонтакте пользователи воспринимают как очень личное место, как операционную систему, как свою страницу, которая прямо мой дом и мое родное. Поэтому они часто бывают недовольными, когда какой-то разработчик пришел и начал хозяйничать у них дома, вот там кнопки передвигать или еще что-то обновлять. А с другой стороны, это значит, что баги, которые не имеют никакого значения на других проектах, и в других случаях пользователь просто обновит страницу и посчитает, что ничего страшного не случилось, в нашем случае он очень будет волноваться. Поэтому берегите своих пользователей и не заставляйте их нервничать. Я упомянул несколько инструментов, которые мы использовали, вот просто на этих примерах. Но я думаю, что нет смысла их повторять, вы и так все их знаете, у вас наверняка используется логирование, вы собираете ошибки на проекте, вы, возможно, настраиваете алерты на то, чтобы оно произошло, чтобы вы узнали, когда графики вышли из нормы. Если вы этого не делаете, обязательно сделайте, будет очень удобно. Но на самом деле, мне кажется, что мой доклад немножко не про это. Мой доклад такой про жизнь, про боль, никакой автоматизации этого не покроешь. Поэтому я считаю, что главный инструмент, который поможет вам бороться с багами, это понимание того, как работает ваша система. Поэтому желаю вам сделать на этом акцент, понимать все, как устроено. И тогда будет хорошо, ваши пользователи будут счастливы, и вы, соответственно, тоже. Спасибо.